5 июля в Новосибирском государственном краеведческом музее состоялось торжественное открытие фондовой выставки «Русский чай» и у нас в гостях директор музея Андрей Валерьевич Шаповалов. Доброе утро. Доброе утро, Андрей Валерьевич. На протяжении последних двух лет мы читали, собиралось музеем все для этой выставки. Какие экспонаты появились первые, почему вообще вы решили тему чая затронуть? Это, знаете, такая настоящая музейная история. Дело в том, что вообще задача музея — собирать коллекции и показывать их публике. Но, знаете, времена бывают разные, не всегда удается вот так вот прям собирать-собирать. Поэтому что-то там в течение почти ста лет собиралось. Ну и нам нужно это показывать. И мы все время, там у нас есть выставочный совет, мы все время думаем, какие мы сделаем фондовые выставки, что мы покажем. И нам все время хочется вытащить что-то такое, что вот люди давно не видели. И про русский чай мы тоже так подумали, что вот хорошо, у нас же есть там самовары, подстаканники, посуда. Хорошо бы все это показать. Это же у кого-то наверняка вот эта квадратная упаковка индийского чая осталась. И это же простая очень тема. Русский чай — это, в общем, то, что легко показать. И мы точно знаем, у нас много самоваров. И мы начинаем смотреть. И вдруг выясняем — да, у нас много самоваров. Но это все фактически однотипные самовары баночной формы. Ну, то есть, от того, что мы покажем 30 одинаковых самоваров, никому никакой пользы не будет. И мы понимаем, что вот у нас есть основа коллекции, и ее нужно продолжать. Точно так же там история с подстаканниками, с фарфором. То есть, мы когда начинаем смотреть на коллекцию с точки зрения ее показа, мы понимаем, вот здесь есть дыры, вот это нужно восполнять, это нужно восполнять. И мы сделали большую программу и начали все восполнять. Мы стали покупать самовары, мы стали искать редкие подстаканники. Мы начали думать, как расширить нашу коллекцию фарфора. Плюс мы посмотрели. А когда ты прицельно ищешь, то есть, ты вот думаешь, я показываю русский чай. Что еще может быть в русском чае? Да, и там смотришь, например, совершенно такая вот штука чайницы. Вот кто из вас знает, что такое чайница? Это как пиала, нет? Нет. Чайница это такая коробочка, в которой хранили чай. Она, как правило, стеклянная или фарфоровая. То есть, она очень красивая. И была целая культура этих чайниц. А у нас оказалась в музее одна там какая-то или две завалялись чайницы. Хотя, на самом деле, огромное разнообразие чайниц было. И мы начинаем все это собирать. И это заняло фактически два года. Но сейчас мы, по крайней мере, довольны. Потому что у нас на сегодня роскошная коллекция самоваров. У нас есть самовары всех производителей, фактически всех времен. Мы можем показать любую форму самовара, даже самую редкую. Это такое достижение музея. Когда у музея есть хорошая законченная коллекция, вот музей может собой гордиться. Потому что он выполнил свою первую часть работы. А вторая часть это все показать. И мы знали, что мы занимаемся серьезным сбором. Это такая большая работа. Потому что мы же должны не только собрать. Мы должны собрать вещи. Мы должны собрать информацию. Мы должны это все изучить, систематизировать. И плюс, в конце концов, мы должны это показать. Вот последний этап нашей работы, собственно, показ. Это то, что, как правило, видят люди. То есть мы выбрали колонны-зал с большими витринами, где можно показать коллекцию во всем ее блеске. Мне кажется, у нас получилось. Мы уверены, что получилось. А какой временной разбег, например, самоваров? От какого года до какого? у вас есть? Вы знаете, так не бывает. Да? В смысле, вот с самоварами конкретный год определить очень трудно. Потому что, ну, определенный тип самовара, он выпускался с такого-то по такому-то время. Ну, то есть, нельзя сказать, он такого-то года. Тогда не ставили клей таких годовых. Но у нас самый ранний самовар, это середина 19 века. Это считается очень-очень ранним, поверьте мне. Ну, и у нас есть, понятно, современные электрические самовары 70-х годов, но мы их не стали даже показывать. На выставке мы показали самовары до 50-х. Ну, потому что это настоящие самовары, без всякой там электрики, без... Когда сахар кололи, вот щипцы еще для сахара, да? Щипцы, конечно. Щипцы для сахара, там, вот опять же, моя гордость, чайницы. И подстаканники. Понимаете, вот все же, ну, люди моего поколения помнят, когда садишься в поезд, тебе дают чай из подстаканников. Он из-за этого вкуснее, мне кажется. Он и да, конечно, он из-за этого вкуснее. Но, понимаете, мы же не хотели просто показать алюминиевые какие-то там из поезда. Мы хотели показать вот все самое лучшее, поэтому мы собрали прекрасную коллекцию там подстаканников, сделанных в технике с камень. Мы там нашли подстаканники прям в интересных авангардных формах. Мы нашли подстаканники с редкими эмблемами. То есть золотые. Ну, нет. Золотые нет. Нужно сказать, что, понимаете, честно, музеи не очень любят золото. Они вообще не очень любят золото. Ценность не в этом. Ценность не в этом. Дело в том, что как только у вас появляется золото, серебро, это сразу драгметаллы. То есть обычный предмет проходит две системы учета. Учетную и научную. А драгметаллы и драгоценные камни проходят еще третью ступень. Их нужно вести в промернадзор, определять там доли металлов, понимать их вес, специально учитывать все это. При этом для этого нужны средства. То есть это такая дополнительная работа. И на самом деле, если можно не приобретать золото и серебро, музей с удовольствием не приобретает золото и серебро. Единственные люди, которые добровольно от них отказываются. Посмотри.